Приветствую вас, и в первую очередь я предлагаю вам подумать о том, что вы злитесь на своего сына Не потому, что именно он делает что-то плохое, как-то, например, не соответствует вашим ожиданиям и так далее Хотя вполне возможно, что и в этом все дело Но, как правило, проблема кроется немножко в другом А именно в том, в данном случае, если говорить именно про ожидания как таковые То весь момент такой, что вы свои ожидания вполне могли складывать что-то свое Что-то такое связано именно с вашими собственными взглядами, с вашими собственными ценностями, с вашими собственными проблемами И, соответственно, это влияет на то, как вы воспринимаете своего сына Это очень сильно влияет Но мы с вами будем исходить не из того, что ваш сын стал объектом, скажем так, ожиданий каких-то Мы с вами будем исходить, ну, по крайней мере, я предлагаю вам Я предлагаю вам исходить из того, что вы на своего сына переносите какую-то часть своего разображения И я предлагаю вам рассматривать этот вариант И начать рассматривать этот вариант Я также предлагаю с того, чтобы попытаться определить С какого момента, с каких, значит, обстоятельств Вы стали чувствовать, что вам надоел ваш сын То есть, что произошло непосредственно перед тем, как он вам надоел То есть, что происходило Что происходило с вами Что происходило с вашей семьей Что происходило с вашим мужем и так далее Это первое То есть, здесь мы с вами проводим как бы анализ На анализ того, что происходило Далее Лично 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 с вами Вот, лично с вами На мой взгляд, не происходит ничего То есть, я уверен, что Я уверен, что Вы своего сына Как любили, так и любите Просто, как правильно вам сказал мой коллега Что есть довольно серьезный элемент Неудовлетворенности А жизнью Который вы переносите на своего сына Обвиняя его инструктивно в том Что у вас есть какие-либо проблемы Следующий вариант Следующий, возможный вариант того, почему с вами происходит Заключается в том Что вы Не отдыхайте Вот просто, элементарно не отдыхаете Нет никакого расслабления у вас Нет никакого отдыха у вас И вообще, так говоря, вы не чувствуете себя Ну, практически никем Кроме мат То есть, такое вот Произошло, можно сказать Ограничение Вашей Социальной роли Можно Так вот это назвать То есть, кроме матери Вы себя больше никем и не чувствуете И это тоже Весьма Плохой Признак Для вас Это тоже весьма Негативное Состояние Для вас И это Большая проблема Потому что Вы не чувствуете себя никем Кроме Кроме матери Соответственно Соответственно Вы Ощущаете Ограничения В своей жизни И из-за этого У вас Неудовлетворенность Соответственно Исходя из этого Можно сделать вывод Что Необходимо На уровне Материальном На уровне Физическом Привлекать К Занятию Ребенком Не только Вас Но и Скажем так Против Против Родных Против 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 Родственников Потому что Это Важно То есть Ребенок Вот То что вам Нужно постараться Понять Что Ребенок Это Не только Ваш Ребенок Это Ну И Отца Также Ребенок Это Внук Своих Бабочек Дедушек Да И так далее И что Вы имеете Полное право На то Чтобы Жить Своей Жизнью Ну Помимо Уходом Помимо Ухода За ребенком И что Вы имеете Полное право Иметь Какое-то Свободное Время Для того Чтобы Почувствовать Себя Живой Почувствовать Себя Кем-то Помимо Матери Если Подобная Ситуация Не Происходит То есть Если Нет такого Что Кто-то Занимается Ребенком Помимо Вам То Это к сожалению Очень плохо И в торговом случае Можно говорить о том Что У Вас есть Определенные Проблемы Семьи И Если У Вас Есть Определенные Проблемы В семье То Опять Дело Здесь Не в том Что Ребенок Или Что Ребенок Делает Какие-то Вечи Неправильно А Дело Здесь Именно В том Что У Вас Проблемы Например С вашим мужем Допустим Ну Допустим Пока И надо Сказать Что Опять С точки зрения Вот Психоанализа Например Например С точки зрения Психоанализа На Ребенка Своего Вы Действительно Можете Вымещать Определенное Недовольство Своим мужем Потому что Например Музе Вы допустим В силу ряда Причин Ничего Сказать Не можете Музе А Ребенку Ребенку Вполне И Если Свои Эмоции По Отношению К Своему Супругу Вы Может быть Подавляете Так Или иначе То Допустим По Отношению К Ребенку Вы Этого Не Делает И Здесь Опять Рекомендация Вам Довольно Таки Простая Но В то же время И очень важная Что Необходимо Проанализировать То Какие У вас Проблемы В семье Например Да Какие У вас Трудности В семье Например Почему У вас Определенные Трудности В семье С Чем Это связано Как Это Можно Разрешить Именно Вам Что Можно Сделать Для Того Чтобы Этих Трудностей В семье Например У вас Больше Не Бало То Здесь Нужно Именно Стараться Разбирать Вот Эти Моменты Для Того Чтобы Лучше Понимать Что С вами Происходит Какие У вас Проблемы И так далее Потому Что Пока Что Исходя Из того Что Вы Написали Ну Совершенно Не Представляется Возможным Сделать Провод Относительно Вашей Проблематики То есть Да Может Быть Есть У вас Какие-то Проблемы Может быть У вас Есть Какая-то Неудовлетворенность Да Все это Безусловно Имеется Но Вы Понимаете Что Этого Довольно-таки Мало Вы Понимаете Что Нужно Больше Информации О вас Чтобы Понять Что С вами Происходит Чтобы Понять Какие Вас Волнуют Аспекты Чтобы Понять С чем Мы Имеем Дело И так Да А Пока Что Ни о чем Таком Говорить К сожалению Нельзя Здесь Во многом Зависит От вас Как вы Сами Относитесь К своей Проблеме Как вы Сами Позиционируете Свою проблему И готовы ли вы в ней разбираться Потому что Судя По Тому Что Вы Задали Довольно Маленький Вопрос Нельзя Говорить о том Что вы Готовы Допустим Как-то С Проблемой Работать Именно Работать С проблемой Да Вы не готовы Если это так То Помочь Вам Ну Не представляется Возможным К сожалению Вот Это То Что Мне кажется Вам Важно Понимать Как можно Лучше И И Тогда Мы Сможем Как Вам Помочь Разобраться Вашей Ситуации Опять Помочь Вам Понять Что Происходит На этом Все Надеюсь Что Помог Вам Если У вас остались Какие-то Вопросы Подписывайтесь В личку Буду Помочь Если Вам Понравился Мой ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучшим Желаю Вам Самого Доброго И Удачи Вам